В прямом эфире телеканала Губерния 33, программа без предварительной записи. В течение ближайших 40 минут мы ответим на вопросы о здоровье, которые вас волнуют. Меня зовут Дарья Тептилёва. Здравствуйте. Сегодня мы затронем очень деликатный вопрос. Колопрактология – главная тема нашего разговора. О заболеваниях и проблемах прямой кишки сегодня поговорим с заведующим колопрактологическим отделением областной клинической больницы, кандидатом медицинских наук Денисом Басуровым. Денис Викторович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам и получить консультацию специалиста по телефону 32 62 33. И пока мы ждем первый звонок, предлагаю внести некоторую ясность. Колопрактология и практология. Есть ли какая-то разница между этими направлениями медицины? Нет, разницы нет никакой. Действительно, в течение достаточно длительного периода времени оба этих термина имели место на существование. Это выносило определенный диссонанс. Окончательно терминологическую путаницу прекратил приказ Министерства здравоохранения в конце 90-х годов прошлого века, который утвердил номенклатуру нашей специальности как колопрактология. По сути, это одно и то же. Ну, правильно называть все-таки колопрактологией. Колопрактология. И, насколько я понимаю, колопрактология возникла лишь в 19 веке, выделилась как отдельная наука. Вот расскажите, пожалуйста, немного об истории. Как это направление медицины выделилось в отдельную науку? 19 век, да, действительно, век великих потрясений. Но на самом деле это не совсем так. Впервые в трудах Гиппократа встречаются методики лечения парактальных свящей. Описанный в то время метод с небольшими изменениями дошел до наших дней и успешно применяется и в повседневной практике, и сейчас. То есть можно сказать, что с древних времен занимались проблемой этой? Можно сказать, что она существовала. Эта проблема всегда, с тех пор, как появился человек. И занимались и древние врачи этим действительно тоже. А 19 век являл собой тот период, когда в Британии в 1835 году довольно немолодой, но в принципе не особо известный хирург Фредерик Селман на свои собственные средства арендовал небольшую комнатушку в северо-западном Лондоне, район Олдергейс-Сити, в котором организовал 7 небольших коек. На входной двери этого помещения была надпись, что это больница для бедных, больных, сокрушенных с вещом и другими заболеваниями прямой кишки. То есть это было первое отделение коллапрактологии? Это была небольшая комнатушка, в которой стояло 7 коек. Не было больше ничего. И был энтузиаст, который занимался лечением или хотел заниматься этим лечением. В первый год ему удалось пролечить около 130 пациентов. На самом деле это очень большое число. На 7 кроватках в скученном помещении. И первое время, первые несколько лет служба существовала исключительно на пожертвование пациентов. Других источников финансирования не было. И тем не менее, через 2 года это количество утроилось. Появились финансовые потоки, появились меценаты, как мы сейчас бы сказали, спонсоры, среди которых был лорд-мэр Лондона, известные люди того времени, такие как Чарльз Диккенс, ну и ряд других, которые страдали соответствующими заболеваниями. Финансовое вливание обусловили стимулом к развитию этой службы. Она развивалась, совершенствовалась. И в 1854 году, 24 апреля, появилась клиника, которую поначалу называли клиникой больницы Свяща. А поскольку 24 апреля англиканская церковь праздновала Святого Марка, то с легкой руки тогдашнего времени энтузиастов госпиталь так и назывался, Госпиталь Святого Марка. То есть это был первый госпиталь, который оказывал помощь по колопроктологии, правильно я понимаю? Первый и единственный. На сегодняшний день эта больница до наших времен дошла без изменения. И это единственная больница в мире, которая занимается исключительно лечением колопроктологических заболеваний. Больше таких в мире нет. Есть центры, есть отделения, но это тут такая больница. Древнейший центр. Денис Викторович, а что касается отделения, которое Вы возглавляете, вот хотелось бы поговорить немного об его структуре. Можете ли Вы оказывать полный спектр лечения от обследования до операций? Отделение колопроктологии областной клинической больницы относится к так называемым отделениям третьей категории, оказывающим специализированную помощь. По всем мозологическим единицам может быть оказан полный спектр оперативной помощи и достаточный объем диагностических услуг. Это действительно так. По диагностике оборудование у Вас сейчас находится на современном уровне. Вы можете диагностировать все, что необходимо для того, чтобы поставить точный диагноз? Диагностическим оборудованием занимаются соответствующие службы. Отделение колопроктологии располагает оборудованием для лечения пациентов, а диагностический центр всей больницы располагает всеми средствами, протоколами исследований, которые позволяют на современном уровне поставить верный диагноз. Что касается оборудования, я знаю, что в прошлом году у Вас появилось оборудование, которое позволяет проводить лапароскопические операции. Это операции, которые не требуют большого разреза. До этого возможно было проводить малоинвазивные операции? Такого уровня нет. Уровень лапароскопических хирургий подразумевает прецизионное, очень дорогое, высокотехнологичное оборудование. Действительно, в декабре прошлого года у нас появилось это оборудование, которое позволяет оказывать эти вмешательства, что называется, без большого разреза. До этого момента, имея даже на руках сертификат определенную подготовку, мы заниматься этим не могли. Что, в общем-то, можем делать сейчас? Я правильно понимаю, что теперь малоинвазивные операции вошли в Вашу постоянную практику? Или пока это только используется для отдельных каких-то заболеваний? В повседневную практику это действительно вошло. Я не могу сказать, что мы вышли на полный объем и делаем все, что можно делать с помощью этого оборудования именно так. А почему? Что не позволяет сейчас осуществлять эти операции в полном объеме? Ну, во-первых, как бы мы не были подготовлены, какими бы сертификатами мы не располагали, мы должны иметь определенный опыт работы именно в этих условиях, именно с этим оборудованием. Это требует времени. Кроме того, это довольно затратная отрасль, которая требует дорогих расходных материалов. И помощь, которая оказывается, она действительно возможна, она оказывается и будет развиваться, безусловно, но она оказывается в рамках высокотехнологичной медицинской помощи с учетом квот, имеющихся в больнице для нашей службы. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и мы ждем ваших звонков по телефону 32-62-33. Денис Викторович, я знаю, что в вашем отделении проводятся и уникальные авторские методики лечения. Расскажите, пожалуйста, немного об этих методиках. Отделение действительно располагает очень большим опытом и, как вы сказали, авторскими методиками. Их несколько. Я готов рассказать, ну, пожалуй, наиболее полно об одной из них. Это новый метод формирования соусти между кишечной стенкой или в нашем сленге это называется анастомоз. В 2004 году мы получили патент на изобретение этого шва, на основании которого, на базе которого в дальнейшем развиваю эту тему, была защищена кандидатская диссертация. И он активно применяется в нашем отделении. Им неизвестно о том, что его применяют и в других специализированных лечебных учреждениях в России. Суть достаточно сложная для понимания. Может быть, какое заболевание лечится этим методом? Итог этого лечения – это в основном применимо к реконструктивно-восстановительной хирургии пациентов, у которых по тем или иным причинам пересекается или нарушается непрерывность желудочно-кишечного тракта, кишечной трубки. С целью его восстановления применяется вот эта методика. Суть ее вкратце в том, что это позволило, минимизируя затраты, существенно улучшить непосредственные результаты, уменьшить количество осложнений и, как следствие, здоровье наших пациентов. И автором этой методики являетесь вы или кто-то еще из вашего отделения? Из нашего отделения только я. Вообще патент был получен группой авторов. Заявка на него подавалась из Рязанского государственного медицинского университета, где, собственно, и защищалась эта работа. Ну, в нашей области, да, это вот я, представитель. И, насколько я понимаю, эта методика даже может конкурировать с какими-то зарубежными разработками? Ну, это не совсем так. Дело в том, что это всего лишь один из методов. В пору, когда мы занимались изучением литературных источников, мы насчитали более 300 способов формирования подобных видов в Саусте. Это всего лишь один из них, но нам показалось, что на тот момент он является лучшим, потому что минимизирует затраты и оптимизирует результаты. Собственно, подводя итоги десятилетнего применения, в 2014 году мы это смогли объективно подтвердить. Денис Викторович, а с какими проблемами чаще всего к вам приходят пациенты? Ну, спектр лечения, спектр колл-проэкологической службы, он достаточно широк. И пациенты приходят по-своему каждый со своей проблемой сказать, что она менее или более значимая, я не могу. Тем не менее, как и во всем мире, существует определенная градация тех заболеваний, которые чаще встречаются. Это в основном, как повелось со времен Фредерика Селмана, свящи прямой кишки, другие болезни заднего прохода прямой кишки, промежности, крестцово-копчиковой области. Другими словами, весь спектр существующих проблем. То есть, в тех временах у нас все еще преследуют те же заболевания? Ну, спектр не изменился, изменилась частота, изменились осложнения, изменилось отношение, но сами болезни никуда не делись. К этому вопросу мы с вами еще вернемся. Сначала мы ответим на звонок, который поступил к нам по телефону 32-62-33. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Дело в том, что моего ребенка, он меня еще грудничок, беспокоит колики в животике. Сейчас по телевизору так много рекламы всевозможных препаратов, которые помогают при газообразовании. Вот скажите, пожалуйста, я вот хочу купить, но боюсь. Можно ли покупать в аптеках такие препараты без назначения врача или все-таки нет? Спасибо. Ну, поскольку я не являюсь педиатром, структура лечения детей относится к приоритету других специалистов, я выскажу просто свое мнение на этот счет. Любые проблемы, касающиеся чего угодно, не должны быть вылечены в домашних условиях. Ни в коем случае не стоит покупать без назначения врача какие бы то ни было лекарства, если это не зеленка или не бинт. Это мое глубокое убеждение. Ну, совет в данном случае – это обратиться к специалисту, уточнить причину и, собственно, назначить оптимальное лечение. Денис Викторович, ну вообще, что касается медикаментов, сейчас же очень активная реклама идет. Есть масса препаратов, которые являются слабительными. Можно ли человеку, если у него возникла какая-то проблема, пойти просто в аптеку, купить себе такой препарат и назначить его себе самому? Ну, наверное, это сделать действительно можно. Если эта ситуация однократная, так или иначе каждый из нас рано или поздно с этим столкнется. Если это не приобретает системный характер, и ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Потому что, как и любые препараты слабительные, это фармпрепараты, которые имеют свои показания и противопоказания. Их назначает исключительно врач. Поэтому, если возникла проблема, конечно, нужно обратиться к специалисту за помощью, который, безусловно, назначит оптимальный путь в решении этой проблемы. То есть, однократно это не страшно, но на постоянной основе так делать, конечно... Ни в коем случае этого нельзя делать, потому что причина может быть самой непредсказуемой. И последствия тоже. Безусловно. Есть у нас еще один звонок по телефону 32-62-33. Принимаем его. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли пройти обследование колоноскопии? И есть ли такое подпаливание? Потому что довольно-таки такая операция... Вернее, не операция, а обследование сложно. Спасибо. Про колоноскопию интересует... По поводу эндоскопического исследования толстой кишки нет смысла говорить о показаниях. Если врач назначил это исследование, его проходить надо. Безусловно, надо, альтернативы ему на сегодняшний день не существует. Есть методы, которые его дополняют, но не являются альтернативой, не исключают его. Что касается его прохождения, то этим занимаются не врачи-колупрактологи, это делают эндоскописты, доктора имеющие соответствующий сертификат, оборудование, навык и способы подготовки. Учитывая все это, при проведении адекватной подготовки, выполнению процедуры по показаниям, она переносится несложно. Тем не менее, для пациентов, у которых есть какие-то противопоказания, либо впечатлительных больных, на сегодняшний день существует услуга выполнения этой диагностической процедуры с седацией, то есть с обезболиванием, под наркозом. Это вполне доступно и переносится достаточно легко, но там есть свои нюансы, о которых тоже расскажет только врач. Еще один звонок поступил к нам в студию по телефону 32-62-33. Принимаем его. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос по питанию. Я регулярно ем различные каши, чтобы было хорошее пищеварение, однако недавно узнала, что в крупах содержится фитиновая кислота, и она якобы вредна для здоровья. Вот подскажите, так это или нет? Спасибо. Фитиновая кислота в крупах. Я так понимаю, зрительница где-то прочитала это в интернете. Ну, возможно. Я про такую кислоту ничего не слышал и не знаю. С точки зрения физиологии желудочно-кишечного тракта, большинство круп содержит в себе растительную клетчатку. Это тот субстрат, который не переваривается в желудочно-кишечном тракте и создает необходимый для работы кишечника объем. Без этого функционирование желудочно-кишечного тракта человека невозможно. Как пример могу привести любимый способ казни древних китайцев, которые казнили своих заключенных, не давая им ничего кушать, кроме мяса и воды. Человек умирал очень мучительно, именно потому, что у него не было вот этого растительного субстрата. Большинство круп, вот эти самые пищевые волокна содержат, поэтому если противопоказаний нет, ну, они бывают. И, как правило, исходят из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, то прием их можно считать позитивным. То есть каши есть нужно? Желательно. Если гастроэнтеролог или какой-то другой специалист не назначил что-то другое, какую-то диету другую. Денис Викторович, мы с вами начали уже обсуждать тему заболеваний, спектра заболеваний. Вы уже сказали о том, что спектр заболеваний не изменился, не меняется на протяжении многих веков. Но меняется частота, меняются последствия и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, в какую сторону мы сейчас движемся? Заболевания увеличиваются, коллопроктологические число их увеличивается или уменьшается? И поменялись ли причины? Ну, коллопроктология относительно молодая специальность, как мы уже сказали. Она занимается хирургическим лечением заболеваний толстой кишки, промежности, заднего прохода, крестцово-копчиковой области. И спектр этих заболеваний, он действительно не изменился. Дополняются только нюансы. Открываются какие-то новые факторы, влияющие на эти заболевания. Открываются новые препараты, которые новые методики лечения появляются. Что касается заболеваний коллопроктологического профиля вообще, то тенденция сегодня в мире такова, что все, без исключения, заболевания человека, они увеличиваются. Для этого есть определенные причины. Большинство их связывает с экологическими факторами, с факторами питания, с рядом других. Но нет ни одной проблемы, ни одной нозологической единицы, ни одного заболевания, по которой бы отмечался отрицательный динамик, то есть снижение этого заболевания. Поэтому коллопроктология здесь не исключение. И мы отмечаем рост как числа, так и форм всех заболеваний. А можно сказать тогда о возрасте пациентов? Вот, например, сейчас есть такая тенденция, что заболевания сердечно-сосудистой системы молодеют, инфаркты случаются все более в раннем возрасте. Что касается вашей специальности, можно говорить о том, что заболевания коллопроктологические молодеют? Ну, дело в том, что, наверное, вот так говорить про нашу специальность нельзя. Я объясню, почему. Это радует. Ну, наверное, отчасти, да. Дело в том, что сегодняшний уровень развития здравоохранения вообще он таков, что продолжительность жизни в целом людей увеличивается. И вместе с этим многие исследователи отмечают, что если раньше возрастные пики определенных хронических заболеваний были в более молодом возрасте, сейчас мы их отмечаем в более пожилом или у пациентов с большим возрастом, более возрастных больных. Это касается большинства болезней. Хотя применительно коллопроктологии действительно есть аспекты возрастного ценза ряда заболеваний, но большинство наших заболеваний встречается от детского возраста и до самого-самого глубокого пожилого. То есть про возраст здесь сложно сказать? Ну, сложно сказать. Есть общая тенденция старения человечества, и с ним, разумеется, стареют и болезни. Это разбежать никак не получится. Видимо, да. Денис Викторович, в Вашем отделении также занимаются и онкологическими проблемами. Есть ли какие-то рекомендации, как избежать рака прямой кишки, и известны ли в медицине причины этого заболевания? Ну, Вы затронули очень глобальный вопрос нашей современности. Что касается, сразу скажу, возможности избежать онкологии, однозначно нет. Любой рак, любая онкологическая проблема – это генетическая поломка в клетке или в группе клеток, в результате которой клетка теряет способность подвергаться контролю со стороны окружающих тканей, всего организма в целом, и приобретает способность к бесконтрольному, бесконечному делению. И самое главное – она теряет способность естественной биологической смерти. Это не означает, конечно, что они бессмертны, но так называемый фактор апоптозы, когда клетка погибает в результате какой-то генетической или иной поломки в своей системе, эти клетки теряют навсегда. Это обуславливает, собственно, их развитие и то вред, который они наносят организму в целом. Говоря о профилактике, можно попытаться повлиять на вероятность этого заболевания. Но только повлиять. Только повлиять. Но целиком его исключить абсолютно невозможно, исходя из вот этих биологических факторов. На мой взгляд, лучшее определение, что такое злокачественные клетки вообще, раковые клетки в частности, дал французский исследователь Ришар Белево. Это доктор наук, занимающийся исследованием биологии раковой клетки. Из его лаборатории вышло большинство современных фармпрепаратов, влияющих на развитие рака, на фармакологию именно раковых клеток. То есть препаратов, которые сегодня применяются для химиотерапии опухолей. Так вот, он сравнил опухолевые клетки с бесшабашными бандами в городе, которые творят, что хотят, никому не подчиняются. Вот так же ведут себя раковые клетки в организме. Что касается применительно к нашей специальности рак толстой кишки, рак прямой кишки, то, говоря о его профилактике, стоит особое, на мой взгляд, мнение или особое значение придавать диагностике этому заболеванию. Для этого должна быть определенная культура, культура исследования, культура потребления, если угодно. Самое главное, конечно, это обследование. То есть если человек обследуется, думает о своем здоровье, понимает необходимость как для себя, так и для общества, значение этого состояния, он будет обследоваться. Эту проблему элегантно очень решили в Японии в свое время. Каким образом? В 60-х годах прошлого века это была страна, несмотря на приморское свое расположение и богатый рыбой рационе, у них был один из самых высоких в мире показатель заболеваемости раком желудка. Они изобрели эндоскоп, который позволил диагностировать опухоли на ранних стадиях, и рака от этого меньше не стало. Они пытались проводить программы, в том числе государственные, направленные на культуру потребления. Это не существенно снизило эти показатели, но они смогли начать его диагностировать на ранних стадиях и в более раннем возрасте. И культуру вот этой диагностики они прививают, как бы у нас сказали, с детского сада, хотя там такового нет, и тем не менее, с самых молодых ногтей. То есть они считают, что человек должен пойти обследоваться в определенных сроках, когда никаких симптомов нет. Онкология тем и опасна, что проявляется только когда уже опухоль находится в определенной стадии. И лечить чаще всего бывает и очень сложно. Возможно, конечно, но сложно. Ну вот, а на ваш взгляд, у нас вот эта культура потребления, она меняется с годами? Население охотнее идет на диагностику или все-таки по-прежнему пока не потревожит, пока не заболит, человек не обеспокоится? Нет, в этом плане у нас ничего не меняется. Люди по-прежнему остаются людьми. Они очень напуганы, как правило, своими симптомами. И когда они у них проявляются и входят в какую-то систему, которую человек не может объяснить, люди бегут, начинают обследоваться. И зачастую, если узнают о своем диагнозе, проходит ряд определенных стадий, первая из которых – это обвинение врача, что он неправильно поставил диагноз. Совершенно верно. Но врач тут не виноват, и диагноз не виноват. Он пытается найти оптимальный путь решения этой проблемы. А что касается именно отношений к культуре и потребления, и обследования, то, на мой взгляд, ничего не изменилось. В этом плане никакой работы не проводится. А провал или яма, когда вообще перестали людей обследовать, те, кто постарше, наверное, вспомнят, что в Советском Союзе, еще в ранней России, была программа диспансеризации, которая была направлена на выявление определенных групп заболеваний в ранних стадиях. Она работала везде – в школах, на предприятиях, везде. Везде, где были скопления людей. Потом, где-то в нулевых годах, это все было благополучно забыто. Мы получили рост осложненного числа всех заболеваний, в том числе онкологических, которые требовали экстренной хирургической помощи с, в общем-то, неудовлетворительным результатом и прогнозом. Сейчас ситуация немножечко выравнивается, но, на мой взгляд, еще далеко до именно культуры и обследования, и потребления. Но все-таки динамика положительная, я так понимаю. Да, динамика определенная есть, но это требует еще работы организаторов здравоохранения глобальной. Но главное, что мы не стоим на месте. Мы не стоим, мы двигаемся. Денис Викторович, а что касается питания, какие вы можете дать рекомендации? Ведь не секрет, что есть такие заболевания, как геморрой, запоры, и это очень сильно беспокоит людей. Как правильно питаться, чтобы избежать вот этих заболеваний? Питание действительно очень важный фактор всей нашей жизни. Без питания мы не можем существовать, мы не можем жить. Влияет это и на развитие болезней. Но ставить это в углову угла я бы не стал. Любое заболевание колл-партологической зоны, колл-партологического профиля, оно многофакторное, мультифакторное. Если говорить о наиболее распространенном, скажем так, заболевании геморроя, то питание не единственный и далеко не самый важный фактор. Он приобретает существенное значение, когда человек приходит лечиться, тем более на оперативное лечение. Тогда уже питание не важно. Это наше всё, что называется. Но до этого факторов развития, по самым скромным оценкам, их около 20. Может быть, даже больше. Кто-то выделял 15, кто-то 18. Но их очень много. Это и наследственность, и образ жизни, и действительно питание, и характер физической активности, работы и масса других. Поэтому выделять питание здесь как ведущий, наверное, не совсем верно. Хотя, безусловно, без этого никуда не деться. И как мы уже говорили ранее, когда был вопрос, наличие растительной клетчатки в рационе человека обязательно. Если её нет, то это неизбежно приведёт к проблемам рано или поздно. Денис Викторович, мы сейчас ещё вернёмся к факторам развития эколопротологических заболеваний. Сначала припьем звонок по телефону 32-62-33. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Денис Викторович. Я с интересом слушала о научных разработках Вашего отделения. Это, честно говоря, укрепляет веру в медицину Владимирскую. А вопрос у меня прикладной. Насколько я поняла, катаральный колит может перейти в онкологию. На что следует обратить особое внимание? Может быть, какое-то исследование дополнительное нужно проводить регулярно? Спасибо. Вот как раз, что касается онкологии. К вопросу об онкологии, одним из факторов развития опухоли является предраковое состояние. Говоря о заболеваниях онкологических толстой кишки и прямой кишки, действительно нельзя не упомянуть фактор воспаления, который может явиться пусковым моментом развития раковой опухоли. Понятия катаральный колит на сегодня не существует в принципе. Есть группа воспалительных заболеваний кишечника, есть группа синдромов раздраженной толстой кишки. Это разные состояния. Так или иначе, считать их предраковыми состояниями не стоит. Есть работа, которая доказывает связь онкологии с частотой стула, с его консистенцией. Есть работа, доказывающая риск развития онкологии в связи с воспалительными заболеваниями кишечника. Если врач поставил такой диагноз, он назначает сроки, объем и критерии диагностических исследований. Есть определенные стандарты, по которым мы сейчас работаем. И врач-колопрактолог или гастроэнтеролог, это терапевт, занимающийся лечением желудочно-кишечных заболеваний, назначает тот объем исследований, который он считает нужным и который входит в стандарт. Его нужно выполнить. Только тогда можно быть уверенным, что вы сделали все для своего здоровья, все, что необходимо. Денис Викторович, мы с вами, прежде чем принять звонок, говорили о том, что питание играет роль в заболевании желудочно-кишечного тракта, но не ключевую. Не единственную. Не единственную. Какие тогда факторы влияют на возникновение заболеваний прямой кишки? Факторов очень много. Из них какой-то конкретный выделить и назвать его главным не представляется возможным. Я могу привести такой пример. Есть комиссия ВОЗ, в ней есть институт, занимающийся изучением эпидемиологии рак. Он находится во Франции, в Париже. И это группа, которая огромные средства и ресурсы свои тратит на то, чтобы выявить хоть какие-то причины возникновения большинства раковых опухолей. Ведущий специалист этого центра, ее зовут Ани Соско, в 2009 году опубликовал огромное исследование, более 15 лет занималась она этим исследованием, по попытке выявить те факторы, которые влияют на риск заболевания. Только по попытке? Только по попытке, потому что это невероятно сложная работа, но она очень интересная. Что ей удалось выявить? Оказалось, что, например, жители Центральной и Средней Азии намного меньше болеют онкологией вообще. Исследовалось в ее случае три основных группы раковых заболеваний. Это рак пристательной железы, рак молочной железы и рак толстой кишки. Вот оказалось, что самый низкий уровень заболеваемости раком толстой кишки у жителей Индии. Хотя что такое современная Индия? Это антисанитария, это грязь, это непонятно, чем люди питаются. Это тот же фастфуд, вносимый со стороны Запада, и тем не менее. Ее исследование заключалось в том, что после того, как был выявлен вот этот вот фактор, она посмотрела, а как же живут эти люди, которые приезжают из Индии и живут в Европе и в Америке. И оказалось, что очень быстро у всей популяции этих людей количество и характер заболеваний становится такой же, как у той группы населения, где они живут, среди которых они живут. То есть они меняют свое питание? Это дало ей основание предположить, что какой-то фактор во внешней среде, будь то питание, экология или что-то еще, влияет на развитие этих заболеваний. Однозначно ей удалось выделить всего лишь несколько факторов в пищевой культуре, которые отрицательно влияют на развитие экологических заболеваний. Это фастфуд. Это то зло, которое характерно для западного мира, которое они навязывают по всему другому миру. И, в общем-то, это влияет не только на всем известных факторов сердечно-сосудистых проблем ожирения, сахарного диабета, но и на развитие онкологии. Это единственное, что ей удалось выявить. За 15 лет работы. Это иллюстрация, насколько это сложно, чтобы выявить, хоть какие-то факторы, влияющие на это. Мы можем об этом много говорить, мы можем предполагать, но реальных, доказанных с точки зрения доказательной медицины, фактов на сегодняшний день крайне мало. Ну, возможно, что в ближайшем будущем все изменится, и все-таки что-то получится выявить. Будем надеяться на это. Денис Викторович, и подходит к концу уже наш эфир, я задам вам последний вопрос. Как же можно записаться на прием к вам или к вашим коллегам через портал Госуслуг? Действительно, на портале Госуслуг есть ссылка на сайт областной клинической больницы, где вся информация в доступной форме выложена. Там есть возможность записаться через электронную регистратуру или по городским телефонам. Все контакты там выложены, это действительно реально. В колл-прокологической службе областной больницы есть амбулаторное звено. Консультации проводятся каждый день, кроме среды. С 12 часов записаться, в общем-то, несложно. Денис Викторович, спасибо вам, что были сегодня нашим гостем. Я благодарю вас за интересную беседу и буду рада видеть вас снова. Спасибо. Уважаемые телезрители, большое спасибо, что были с нами. Сегодня на ваши вопросы без предварительной записи отвечал заведующий колл-прокологическим отделением областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Денис Басуров. Получить консультацию других специалистов без предварительной записи вы сможете уже во вторник с 13.15 до 14.00 по телефону 32-62-33. Повтор этой программы и все актуальные новости нашего региона вы найдете на сайте trc33.ru. С вами была Дарья Тептилева. Желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин